Ребят, всем привет! И сегодня, в сегодняшнем видео, я покажу вам очень полезный лайфхак. Наверное, у всех так. Умные мысли приходят к нам в голову при определенных затруднениях. Например, мы выполняем какую-нибудь работу, и что-то у нас не идет. И тут мы думаем, как же все сделать так, чтобы все было ништяк, чтобы все получилось. Покажу вам на примере. Недавно у меня был такой случай, когда мне нужно было открутить гайку на 17. И эта гайка была очень хорошо затянута. Обычной головкой, короткой головкой, до нее не дотянешься. И при всем при этом, этот болт был в колодце. Обычным ключом не подлезешь и не открутишь. А высокой головки у меня не было. Как видите, головок у меня всяких старых, новых, много. Но в основном все короткие, длинных нет. Тем более, таких длинных, чтобы открутить ту гайку на примере, которую я вам показывал. И вот как же обычной короткой головкой открутить гайку, которая хорошо затянута, и при том в колодце. Обычным ключом, рожковым, не подлезть. Но у нас есть много старых, коротких головок. И сейчас я вам покажу лайфхак. А точнее, как можно из короткой головки сделать длинную головку. И откручивать гайки с глубоких колодцев. Вот, возьмем головку на 17. Их у меня таких много, из старых наборов. Короче, будем ее видоизменять. Сразу скажу вам, сегодня поработаем на токарном станке. Можно, конечно, эту операцию сделать при помощи болгарки. Но у меня есть такой прекрасный станок. Поэтому буду работать на нем. Зажмем головку на 17 в патрон токарного станка. Разрежем ее наполовину. Воспользуемся отрезным резцом. Теперь на двух получившихся частей снимем фаски. Зачастую фаски я снимаю резьбонарезным или резьбовым, как вам удобней. Снимаем фаску. На одной части фаску сняли. Теперь на другой. А для эстетики воспользуемся фаска-снимателем. Вторая ответная часть готова. В патроне она теперь нам не нужна. Теперь нам понадобится какой-нибудь кусок трубы. Подходящего, ну или примерного диаметра. В данном случае я воспользуюсь вот такой вот муфтой. Когда-то выполнял заказ и точил их очень много. И вот одна из них у меня осталась. Не знаю, сколько она уже валяется. Видите, даже поржавела. И вот сегодня же я ей воспользуюсь. Установим ее в патрон токарного станка и срежем резьбы. Воспользуемся отрезным резцом. Одну сторону срезали. Сейчас сразу снимем фаску. И ту же самую операцию со второй стороной. И так же снимаем фаску. Ну вот, друзья, получилось у нас три части, с которых мы соберем, сварим высокую головку. Перейдем к сварочным работам. Сварим три деталюшки вот таким вот образом. И у нас получится самодельная высокая головка. Свариваем сначала одну сторону, а потом вторую. Ну вот, друзья, сварил. Осталось облагородить. Облагородить можно болгаркой, можно на наждаке, а можно и на токарном станке. У меня есть хороший токарный станок, поэтому облагораживать я буду на токарном станке. Так, ну все, головка практически готова. Теперь можно головку заворонить. Вот такой вот жидкость я пользуюсь для воронения металлов. Обезжирим. Сболтаем жидкость и наносим на поверхность. Ну вот, друзья, получилась вот такая вот высокая головка на 17. Из обычной головки на 17. То есть нужна головка и кусок трубы. И ей уже можно без проблем открутить любую гайку. Как и в моем случае, которая была глубоко в колодце. Ее нужно было открутить. Друзья, я частый клиент металлоскупок, металлоприемок, так как я занимаюсь металлообработкой. И все в основном приобретаю там. Различные кругляки, пластины, уголки, профильную трубу. И вот эти вот старые головки, всякие ржавые, нержавые, я как раз приобрел на металлоприемке. И когда у меня возник вопрос открутить гайку, до которой не дотянуться обычной головкой, не дотянуться рожковым ключом, так вот, из этой головки можно сделать длинную головку. Высокую головку. И не нужно ехать в магазин и покупать. Можно сделать самому. И если вам понравился сегодняшний мой лайфхак, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео с друзьями, прокомментируйте видео. Ну а на сегодня у меня все. И надолго я с вами не прощаюсь. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok